Всех приветствую! Ближайшие минуты о главных событиях. Мужчины разыграли медали чемпионата России. Пётр Гуменник начал с чисто исполненного каскада из четверного сальхова и тройного тулупа. Четверной риттбергер и сольный четверной сальхов тоже не вызывают у него проблем. Каскад из тройного и двойного акселя прыгал с усилиями, но справился. Во второй половине программы Пётр сначала прыгает обычный тройной флип, но потом отлично справляется с тройным акселем. Фигурист завершил прыжковый набор уверенным каскадом из тройного лутца, тройного риттбергера и двойного риттбергера. Зрители встали со своих мест, чтобы поблагодарить фигуриста за такой прокат. За произвольную программу он получает 200,58 балла. Общая сумма – 292,42 балла. Дмитрий Алиев вместо четверного тулупа делает два оборота. Дальше он исполняет четверной сальхов и каскад из четверного и тройного тулупов. Тройной аксель тоже чисто. Вся вторая половина программы идёт без Ультра-Си. Общая сумма – 285,57 балла. Евгений Семененко легко делает каскад из четверного и тройного тулупов. Потом почти сразу четверной сальхов и опасно выезжает сольного четверного тулупа. Затем следует каскад из тройного и двойных акселей. Сольный тройной аксель исполняет с трудом. Далее прыжки чистые. С общей суммой 294,75 балла он опережает Гуменика. Владислав Дикиджи делает сложнейший четверной лутц. Каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. И ещё один сольный четверной из сальхов. Тройной аксель приземляет без проблем. На последнем каскаде скрутил только один оборот на акселе вместо двух. Это, вероятно, и стоило ему золото. Общая сумма – 293,74 балла. Это второе место. Он отстал от Семененко всего на один балл. Пётр Гуменик оценил выступление на чемпионате России. Он завоевал бронзу. На прошлом чемпионате у него было серебро. Доволен – выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ. Можно было бы откатать лучше, но опять же, в целом я доволен. Много кто претендовал на медаль. Со многими случаются падения. Кто-то может откатать лучше, кто-то хуже. Я мог занять любое место, сказал Гуменик. Владислав Дикиджи рассказал, в чём он согласен с диванными экспертами. Согласен с диванными экспертами про свои компоненты. Не буду себя оправдывать, мне есть над чем работать. К сожалению, из-за волнения ничего не получилось. Но вот так у меня. Я пока не смотрел свой прокат, детально не могу сказать. Старался как мог. Но соглашусь с диванными экспертами. Компоненты у меня так себе, сказал Дикиджи. Евгений Семененко поделился эмоциями после победы на чемпионате России. Эмоции у меня сейчас только самые положительные. И рад, что в такой упорной борьбе, в такой конкуренции, где не было права на ошибку, удалось показать наилучший результат. У нас сейчас вообще всё непредсказуемо. До коротких программ ничего нельзя было предугадать. После короткой можно было представить примерный расклад. Конкуренция высокая, сказал Семененко. Женщины уже откатали короткие программы. Открыла соревнования Майя Хромых. Она уверенно исполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, который переставили из второй половины программы. Следом она прыгает в двойной аксель совершенно спокойно. А вот третий прыжок, тройной флип, даётся сложно. Она едва удерживается на ногах. Степ-аут. Но это её лучшее выступление в сезоне. Майя набирает за короткую программу 68,40 балла. После проката Хромых заявила, что думала о завершении карьеры в этом сезоне. Возникало желание закончить карьеру. Очень часто даже в этом сезоне. Но я подумала, что мне жалко бросать. Потому что если я сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго. Мне этого бы очень хотелось, сказала Хромых. Тульская фигуристка Екатерина Анисимова откатала чисто. Но несмотря на отсутствие ошибок, фигуристка получила только 66,20 балла. Вероника Еметова легко выполнила двойной аксель и каскад тройной лутс, тройной тулуп. Вращение у неё на третий уровень, но следом уже другая комбинация получает четвёртый уровень. Сольный тройной флип выполнен прекрасно. 73,86 балла. Именно столько набирает Еметова за короткую программу и выходит в лидеры. Аделия Петросян не пошла на тройной аксель, но двойной прыгнула спокойно, как и сольный тройной лутс. Вращение у ученицы Этери Тутберидзе на четвёртый уровень. Каскад тройной флип, тройной тулуп тоже сделан уверенно. Петросян набирает за свой прокат 79,06 балла. Вот что Аделия сказала после выступления. Прокатом довольна, но не было тройного акселя. Потеряла за две недели до чемпионата России. Извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке. Надеюсь, больше таких оплошностей не допущу. Не буду говорить, что со всеми остальными. Ультра Си всё в порядке, а то завтра упаду ещё со всего. Вчера они были, по крайней мере. Со здоровьем всё в порядке, но я тоже переболела два раза. А вот что Аделия сказала в интервью Первому каналу. «Я себя чувствовала хорошо, практически не волновалась. Больше волновалась за непрыжковые элементы, но вроде бы совсем справилась». «Что будет в произвольной программе, я в предвкушении своих четверных прыжков. Надеюсь, всё удастся и всё задуманное будет сделано. Конкуренция, когда катаюсь на льду, не думаю, кто мой конкурент. Будет всё решать последняя разминка и завтрашняя произвольная программа. Всё сделаем мы сами», — сказала Петросян. Ксения Синицына в начало программы ставит каскад тройной лут с тройной тулуп и справляется с ним. Затем очень легко прыгает двойной аксель. Вращения сделаны на четвёртый уровень, дорожка шагов тоже четвёртый уровень. Сольный тройной флип вопросов не вызвал. Судьи ставят Синицыной 75,21 балла. Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова дебютировала на чемпионате России. Она уверенно приземлила тройной флип и двойной аксель, но каскад тройной лут с тройной тулуп фигуристка едва спасает. Она касается рукой льда после первого прыжка. Дальше возникли проблемы на вращениях. Фигуристка сильно расстроилась после проката. Этери Тутберидзе сразу начала разбор полётов, встретив её за бортиком. «Даш, непозволительные ошибки без комбинированного вращения остаться», — сказала тренер. Садкова набрала за прокат 64,22 балла. Дарья Садкова недовольна своим прокатом. Вот что она сказала после выступления. «Не было волнения. На разминке всё хорошо получилось. В прокате сама не поняла, что произошло на лутце. Очень сильно растерялась на вращении. То, что я откатала, я не могу себе это простить. Очень сильный осадок», — сказала Садкова. Анна Фролова выложилась на 100%. Первым прыжковым элементом исполнен каскад тройной лут с тройной тулуп. Сольный двойной аксель тоже идеально. Вращение у неё на третий уровень, но вот тройной флип выходит шикарным. Фролова получает за свой прокат 73,52 балла. Анна сообщила, что заболела перед чемпионатом России. «Талант у меня заболевать, когда не надо. Со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего. Сегодня проехала на морально-волевых. Надеюсь, что завтра будет лучше. В целом прокат был достойный. Не настолько серьёзно заболела, чтобы сниматься с чемпионата России. Температура есть, но организм борется, и я борюсь», — сказала Фролова. Софья Муравьёва на главном старте сезона исполнила тройной аксель. Затем она совершенно спокойно прыгает тройной флип. Каскад тройной лут с тройной тулуп выполнен безукоризненно. Софья на высокой скорости пошла делать хореографические элементы, и это привело к падению на дорожке. Соня споткнулась на ровном месте. 78,33 балла набирает Муравьёва. Падение на дорожке шагов обошлось ей слишком дорого. Фигуристка с трикселем идёт только второй. Муравьёва стала второй российской фигуристкой, исполнившей в текущем сезоне элемент ультра-си. Ранее это удавалось только Аделии Петросян. Алина Горбачёва исполнила двойной аксель очень легко. Также чисто исполняет она и тройной флип. На втором прыжке в каскаде тройной лут с тройной тулуп испытала трудности, но справилась. На дорожке шагов она потеряла равновесие после проезда в продольном шпагате. В итоге арбитры засчитали ей падение. Горбачёва набирает за прокат 72,09 балла. Камила Валиева не пошла на тройной аксель, исполнила двойной. Фигуристка справляется с сольным тройным флипом. Каскад тройной лут с тройной флип выполнен спокойно. Каждый элемент фигуристки зрители встречают бурными аплодисментами. Валиева набирает за свой прокат 81,85 балла. Это первое место. Камила Валиева отметила недочёты в своём выступлении на чемпионате России. В первую очередь огромное спасибо болельщикам. Было безумно приятно, что такое количество поддержки игрушек по прокату. Сегодня первый день соревнований. Безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочёты, давно уже не закрывала короткую программу. Было волнительно, но зато очень хороший опыт. Соню Муравьёву хочу поздравить, что она сделала тройную аксель. У большинства цель в короткой программе – это катать чисто и катать с тройным акселем. По поводу контента завтра буду смотреть по программе. В планах один четверной, сказала Валиева. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте своё мнение в комментариях. До новых встреч!